Окупанты третий день усиленно штурмуют Авдеевку, линия обороны держится, Барабаш. Российские войска несколько дней подряд проводят усиленные штурмы Авдеевки Донецкой области и продолжают давить со всех сторон с целью захвата города. Однако силы обороны Украины удерживают позиции на этой линии фронта, об этом передает РБК Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации, МВА, Виталия Барабаша, чиновник на обнародованном видео рассказал о ситуации в городе по состоянию на 6 января и показал последствия вражеских ударов по гражданской инфраструктуре на территории общины, в частности, прилеты по жилым многоэтажкам и уничтоженные дома, враг давит уже третий день, очень активно он пытается усиленно штурмовать наш город. Несмотря на это ребята, украинские военные, РЭД, держат линии обороны, стоят крепко, отметил он, Барабаш рассказал, что одних лишь авиабомбовых ударов со стороны российских оккупантов по территории общины, десятки в сутки, а в среднем количество обстрелов по городу фиксируют 50 в день, до сих пор более тысячи местных жителей остаются в городе. Их жизнь круглосуточно под угрозой. Мирные люди в Авдеевке погибают под обстрелами ежедневно, говорит глава МВА, он призвал местных жителей продолжать эвакуацию, поскольку вражеские атаки по населенному пункту не утихают, мы вывезем. Жить в безопасности гораздо приятнее. Эвакуация спасает жизнь, подчеркивает Барабаш. Также глава МВА рассказал, что ситуация очень непростая, но контролируемая, и российские оккупанты теряют сотни солдат на этом направлении ежедневно. Ситуация в Авдеевке и вражеские штурмы. Напомним, российские захватчики в начале октября прошлого года активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года. Еще в середине декабря, по данным Белого дома, российские террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин. Ранее начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш рассказал, что самой большой проблемой для города остается логистика. Еда и другие необходимые вещи завозятся только одной трассой, которая опасна. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.